Нужно ли загорать? Ну наверное у каждой нации на это свой ответ. Азиаты, китайцы, например, купаются вообще чуть ли не в гидрокостюмах, носят специальные маски тряпочные на лицо, и вообще всячески закрывают кожу от загара, потому что они еще недавно вышли из крестьянской залупы, и там белая кожа считается красивой, то есть символ красоты это белая кожа, потому что такой человек никогда не работал в поле, то есть он богат и красив. В европейской традиции же последние лет 100 наверное, идет прицел на то что загорелая кожа это наоборот красиво, богато и так далее. Кроме того, лично мое мнение, что загорать надо, ну по крайней мере иногда хотя бы показывать голые тельца лучам солнца, чтобы победить прыщи, напитаться витамином D, приобрести сексуальный темноватый оттенок, ну и перестать быть похожим на опарыша. Нет ничего хуже, например девок с белющими белющими ногами. Так что загорать нужно. Вопрос как это делать правильно? Ну конечно не сидеть в самое пекло на солнце, и наверное наносить крем от загара. Но вот с кремами от загара все не так просто, потому что не так давно экологическая организация Invarium Metal Working Group провела исследование многих американских кремов, которые продаются на американском рынке, и пришла к выводам, что 80% из них не эффективны, а некоторые даже вредны. Многие из них не обеспечивают защиты от ультрафиолетового излучения, а некоторые содержат опасные химикаты, такие как оксибензон или ретинил. Оксибензон может повредить гормональную систему, а ретинил и пальмитат вызвать различные повреждения вплоть до рака. То есть получается кремы, которые вроде как нас защищают от рака, могут на самом деле его вызвать. Причем в черный список попали очень дорогие бренды, такие как Нитроджена, ЦВС, Копертон, Бананабоут и другие. Но их производители продолжают пиарить свои средства, как защищающие от вредного воздействия солнца, они остаются в продаже, и покупатели по старой доброй привычке, ориентируясь на известный бренд, продолжают покупать эти средства. Конкретно у меня использование всех этих средств приводит к тому, что на коже формируется пленка, под которой под жарой появляется пот, а от пота растут огромные прыщи. Поэтому на собственном опыте могу посоветовать вам средство, которое и загар дает ровный, и не способствует размножению прыщей. Это кокосовое масло. Продается оно вовсе не в косметических магазинах, а в гастрономических, как вот это, которое я купил в Лондоне, в магазинчике, который торгует всякой зеленой хренью, едой без ГМО и тому подобной хуйней для тупых пёст. Соответственно это самое обычное масло типа Johnson's Baby, вы его наносите на тело и загораете. Загар получается ровный, но опять-таки повторяюсь, не загорайте в самые жаркие часы, то есть где-то с 11 утра до 4 вечера на солнце вас быть не должно.